МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Телерадо компании Гомелю, студия и працуя Маргарита Котова, глядясь в этом выпуске. Сучасное обсталявание, уникальные технологии, высокие зарплаты для супрацовников. В Житковицком районе рыхтуются до открытия уникальный молочно-товарный комплекс. Самый молодый медуниверситет краины, али аутеритетный и престижный. ГДМО означает 30-годовый юбилей. Порушение громадского аппарата. Эта околичность объедула две криминальные справы, которые сегодня расследовали в судах Жлобина и Гомеля. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В Житковицком районе завершается будовництво самого великого на Гомельшине молочно-товарного комплекса. И он различный на утримание маль двух с половой тысяч голов до иного остатка. И это не один отразление от других объектов такого призначения. Сегодня рабочую нараду тут провел старшиня облвыконка Магинац Соловей. Наши корреспонденты ведают, об чем и шла размова. Это, правда, уникальный живел-агодовочный комплекс. И не только своими померами. Размова идея шеи об суперсучастных технологиях, которые будут тут выкористоваться. Это белорусско-итальянский проект. Усё обсталевание построено нашими партнерами. Сарат незвычайных, подлоги с подогревом, у сараях, где будут находиться селяты, и у доильных залах. Подогревать будут и у себи с выключения паилки. А про шартоху смонтированное обсталевание позволяет створить для живелцы, правда, комфортные умовы. Это нельзя назвать климат-контроль. Это, можно сказать, микроклимат создается для животных. Здесь будут работать вентиляционные оборудования в спарке с ветрозащитными шторами, что создает, опять же, свой микроклимат, благоприятный для животных. На объекте старшиня облвыконками бывает часто. Ход будовництва комплексу – на его особистом контроле. Задача рабочей нарады – звернуть увагу на моменты, які приняты лишить дробязями, але они могут у значной ступени стремлювать ход работ. А прошатого недопроцовки здольны оказать негативный вплыв и на эксплуатацию живелогадовчего комплексу. Разом с тем, час на ликвидацию проблемных моментов достатково степлый. Открыть все заплановано на 15-е снежня. А на початку наступного месяца башнется набыть теплеменных живел у Дании. Эту краину у якости поставщика выбрали невыпадково. Потому что Дания занимает первое место в Европе по качеству скота. То есть самый высокий надой в Дании. Генетика лучшая в Дании. В Дании, если не ошибаюсь, 11,5 тысяч на голову. То есть это в районе 43 литров в сутки. Уся продукция с комплексу «Дзяковича» будет поставляться на Туровский молочный комбинат. Это предприемство мое потребу у додатковой сыровине, причем у великих объемах. Молоко с нового комплекса дозволить побилишить объемы в творчестве и отповедно экспортные поставки. Дарыш и зараз сярод краин-партнеров – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Иордания и навод Япония. Строится ферма для того, чтобы обеспечить комбинат молоком. Эта ферма планирует, что будет давать примерно 60-65 тонн молока каждый день. В текущем году экспорт комбината вырос примерно на 25% в валюте к прошлому году. И в следующем году планируется дальнейший рост экспорта комбината. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель», Житковицкий район. Гомельский Державный Медицинский Университет сегодня означает свое 30-ти годы. За весь час своего иснования ВНУ сформировала мощный педагогический коллектив и выпустила маль 9,5 тысяч уречов. Об истории будущей установки расскажет Ганна Корольчук. Шановные гости, веншавание и урочистая атмосфера. Самый молодый Медицинский Университет краины святкует 30-ти годовый юбилей. Вот такой день нелега не вспомнить про историю. Гомельская ВНУ была открыта в первую очередь за вострение обходности в квалификованных кадрах для наибольших потерпелых от катастрофы на ЧАЭС в Гомельской и Могилевской областей. Этот период супал со становлением суверенной Беларуси и складанной экономической ситуации. Общежитий не было. Первый это облздрав нам выделил половину своего общежития медучилища. И мы арендовали, наверное, 20, я думаю, общежитий разных, где по 5, по 10 человек в рабочих общежитиях жили наши студенты. И вот первые компьютеры, такие настоящие компьютеры, это с университетом Нагасаки. Они нам вот в этой ситуации помогли очень здорово. Ну, дальше учебники начали сами печатать, закупаться учебники. Гомельский медуниверситет завсюду лечился практикой ориентованным. Тому его выпускники ценятся по всей Украине. Тут развита тесная совесть с клиничными базами, працует властная лаборатория с реалистичными роботами-симуляторами. Зараз у ГДМУ працует больше за 400 выкладчиков. Будучи хорачом рахтует 5 факультетов, среди каких факультет замежных студентов. Гомель, как место будучи в учебе, часто выбирают молодые люди из Индии. Тому юбилейную дату в НУ наведала надзвучайный полномочный посол Индии у Беларуси Сангита Бахадур. Медицинское образование здесь дают хорошее, достойное качество по разумной стоимости. Многие молодые люди у нас хотят стать врачами, а соответствующих университетов у нас в стране недостаточно. И они вынуждены ехать учиться за границу, если действительно хотят стать докторами. Эта традиция сохранилась еще с советских времен. Индийцы едут в страны СНГ в основном за медицинским образованием. А выпускники говорят, что довольны учебой и хорошо проводят здесь время. Поэтому новые студенты продолжают приезжать в Гомель. За 20 годов Гомельский медуниверситет выпустил больше 800 замежных специалистов с 35 краин света. Многие из их вертаются на родиму. Они которые застаются у Гомеля к обрыхтовать новое поколение урачов. Наши выпускники, которые реально, они уже работают в очень-очень много стран. И реально они получили хорошее знание с Гомельским медуниверситетом. И реально они это знание, они реализовали ее в дальнейшем в их странах. Были именно в арабских странах, были в Европе, были в Америке, были в Индии, были в Сирленке, в Пакистане. Все, чего досягнул университет за эти 30 годов, стало мягчимым только благодаря команде профессионалу. Клиницистам и практикующим урачам, вядомым в ученым и поваженным экспертом у Голения медицины. Они работают под девизом «Я лячу, я в учу». К тому головным богатым тут были и застаются люди. Это практикующие специалисты, многие из которых с гордостью говорят, что они выпускники Гомельского государственного медицинского университета. И нам приятно видеть, когда они приходят к нам в роли курсантов на курсы повышения квалификации, в роли клинических ординаторов, приходят готовить кандидатские докторские диссертации. И многие из них работают у нас в ВУЗе. Это очень и очень важно. Что касается планов, то, вы знаете, уже многие вещи мы реализуем. Мы видим, какую роль Гомельский государственный медицинский университет принял на себя в преодолении COVID-19 совместно со службами области, республики. Больше того, скажу из приятных новостей, у нас открыта кафедра анестезиологии и реаниматологии буквально две недели назад. А кто, как не анестезиологи и реаниматологи, сегодня в COVID-19 находятся на переднем плане борьбы, на переднем плане спасения людей? У нас активно работают мобильные бригады, выезжают наши студенты, наши волонтеры, наши прекрасные молодые люди своими делами доказывают свою преданность и свое реальное участие в помощи людям. Юбилей университета Супау с напруженным передом в работе медика, а у тому урочистости пройшли в стислом формате. Республиканская навыково-практичная конференция изменилась приемом гостей и концертом. Меншовальный адрес студентам и выкладчикам ВНУ передал президент Беларуси Александр Лукашенко. Запленную працу особных супрацовников университета узнагородили грамотами и подзеками, а так само знаками в выдатниках у выздоровья. Белоректор Анатолий Лизиков отримает в Национальной академии наук Беларуси на грудный знак имя Уссеволода Игнатовского. Ганна Коральчук, Яуген Макенко, телерадио «Компания Гомель». До других тем. Порушение громадского парадка. Эта количество объединяет две криминальные справы, которые сегодня рассматривали в судах Гомельской области. В обоих случаях обвинувшены молодые люди, которые решили ствердить свою идею позицию незаконным шляхом. Подробностей в следующем сюжете. На виды 27-гадовый Жихар Жлобина. Середина вересня – ночь. У его руках державный флаг Беларуси. Молодый человек у нецвяросом стане сорвал его каля Палаца культуры металургов. Спочатку поспробовал его спалить, але не смог за особливостей тканины. Тады он разадрав палотниша и выкинул флаг у водоем неподалеку. Знайшли злочинцу оперативно. Прокуратура Жлобинского района накеровала у мясовый суд криминальную справу супрать хлопца. Вина молодого человека целком доказана, тому суд пройшел худко. Зневажение державных символов – артыкул криминального кодекса, за який ему прыдится нести отказность. Приговором суда данный молодой человек приговорен к одному году ограничения свободы с направлением исправительного учреждения открытого типа. Приговор может быть обжалан и протестован в законном порядке. В настоящее время в законную силу еще не вступил. Распылил перцовый газ, а так само побился с супрацовниками милиции. Деяний, які тягнуть за собой, ясше больше фатальные выники. У вечера 9-го жнивня, подчас несанкционованного митингу у сквера имя Кириллы Туровского, 29-ти годовый гомельчанин здействнил серьезное злочинство. И он салком признал свою вину и навод раскаивается. Але закон – есть закон. Лес молодого человека вырышил суд. Приговором Суда Центрального района города Гомеля обвиняем признан виновным в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, совершенных в целях воспрепятствования незаконной действенности. И на основании статьи 364 Уголовного кода Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в общего режима. Данный приговор постановлен в соответствии с позицией государственного обвинения. Кроме того, в этой связи хочу обратить внимание граждан, что в соответствии с законом об органах внутренних дел Республики Беларусь сотрудники милиции находятся под особой защитой государства. В связи с чем уголовный закон предусматривает более строгие меры ответственности по сравнению с рядовыми преступлениями насилиственного характера. Правоохоуники нагадывают, жадание ствердить свою гражданскую позицию не з'является нагодой для супрацправных деяний. Порушение громадского аппарата, пошкоджение маемости и гвалт николе не станут достойной альтернативой конструктивным и цивилизованным способом выращения пытанев. Каждый повинен памятать про непозбежность покарания за злочинство. Служить родиме. Больше как 2000 юнаков до конца листопада будут пополнять роды Узбройных сил Беларуси и других воинских формирований. Сегодня первый день. Наши корреспонденты побывали на областном сборном пункте. С пошатку назирали за пробытем новобранцев и проходжением кончатковой медкомиссии, потом за урошистой отправкой будущих солдат у своей части. Марина Северьянова с подробностями. Побыч за областным призывным пунктом толпятся родные новобранцев. Хвалюются за своих детей и унуков. Я когда-то в 70-е годы от этого воинкомата призывался. Отдал два года, правда. Ну а ему придется год служить только. Это же немного. Раз-два заедет и назад приедет. И все, ничего страшного. Я ему так говорил вчера, на путь спрятавал. Обслужил, не волновался крепко. И все. У дворы призывного пункта до отправки в воинские части рыхтуются юнаки. Раз-пораз их выкликают на медкомиссию альбо для инструктажа у актовую залу. Мазиранин Антон Гурунович сам подошел до нашей камеры, чтобы рассказать, с каким настроем отправляется в армию. До речи, юнак будет служить у роте гонорового караула. Я нормально иду, конечно. Ну, надо так надо. С положительным. Яугин сушенит так само у армии, где со спокойным сердцем. На пытание, что полохает и хвалюя, только усмехается. Головное, кажется, как хлопцы побольше были добрые. На службу юнак еде умолодечно. Чего больше всего боитесь в армейской жизни? Да, так ничего. Главное, чтобы ребята были хорошие и все. А так, думаю, время быстро пролетит. Все лето до речи пиролик захворывания для призывников скратился. Некоторые хворобы больше не причины для армейской терминовки альбо негодности для прохождения войсковой службы. Заболевания, которые ранее были бы негодны к службе в армии, по новому постановлению, годны с ограничениями. Можно назвать несколько самых распространенных? Это патология сердечно-сосудистой системы, некоторые аномалии развития, например, открытое овальное окно. Это патология органов костно-мышечной системы. Это сколиозы второй степени, которые по некоторым градусам становятся годны. Ранее были негодны. Ну и, в принципе, вот это, наверное, основное. Военные комиссары кажут, что, не глядяши на несприяльную эпидситуацию, осенний призыв проходит спокойно, в штатном режиме, однако за всеми необходимыми санитарно-гигиеничными нормами. План по окомплектованию внутренних войсков будет выполненными. В основном это силы специальных операций, учебная воинская часть, органы пограничной службы, внутренние войска, Министерство внутренних дел. Больше всего ребята, конечно, хотят в элитные подразделения, это спецназ, спецподразделения, ну и погранкомитет, ну и внутренние войска, где они смогут себя достойно проявить и показать себя с целью того, чтобы достойно выполнить те задачи, которые будут ставиться командирами, начальниками, ну и иметь непосредственно авторитет среди своих сослуживцев и сверстников. Пополнение новобранцами широкоузбройных сил завершится 30 листопада. Марина Северьянова, Сергей Камко, Телерадо, компания «Гумель». Протягиваем выпуск. Для сферы послуг селетняя пандемия COVID-19 стала соправдным выпробованием, однако, не глядяши на складанности, на территорию региона протягивали заявляться новые месцы для отпочинку. Особливо гэта тышица райцентра. Вот так у лельчицах открылась молодежная кафе, якое за короткий час поспело набыть популярность сирот мясового насильництва. Дмитрий Котов с подробностями. А в своем бизнесе Наталья Герман марила вельми долго. Спочатку набывала в опыт, працующую в разных установах родного города. Двойше была укроку от початку предприимальницкой дейности, але ничого не вышла. Выражальную роль, як признается Наталья, сыграла неуповненность у своих силах. И навод калю узникла махчимость у третий раз у васобить в житё свою Мару, заявлялись о сомнении. Однако Наталья твердо вырошила. Альбо зараз, альбо Николе. Боялась. Страх. Ответственность, во-первых. Это очень большая ответственность. Это уже совсем другая жизнь. Это не такая, как была до этого. Тут надо всё. Если Малейша что-то упустил, всё это. Его уже не исправить. Разностайная кухня, доставка, вай-фай и работа в социальных сетках. Кафе Наталья Ерман отповидая усим с ужасным потребованиям. На популярность установы уплываются так само доступные цены и шматлики акции. К нам приходят посетители. И мы должны их накормить, сделать всё для того, чтобы человек ушёл отсюда. Ему было очень комфортно. И он захотел сюда ещё раз вернуться. И прийти с семьёй, привезти своих друзей. И там ещё кому-то сказать. Поделиться своим впечатлением. Наталья Ерман заняла запотребованную нишу. Подобные молодёжные кафе в Лельшицах можно перелечить по пальцах. Этот сегмент сегодня популярный у сферы послуг. И тому бизнес заявляется прибытковым. Головное – не стоять на месте. Кабгость застался задоволен и его треба постоянно злить. Хотим расшираться. Хотим сделать ещё вот здесь такую пристройку. Для танцпола. Может, даже и караоке. Посетители просят, и мы будем делать. И дальше, в ближайшем, надеюсь, месяцем мы будем расширяться. Всё сделаем. Мне нравится, я прихожу на свою любимую работу. Это самое главное. То, что ты хочешь идти на свою работу, а не так вот. Ты идёшь и думаешь, как этот день отработать. И быстрее мой выходной. Наталья Ерман – приклад метанакерованости и працавитости. Миновитые эти якости сподорожничают по спеховым людям у досягнений их метов. Уласный бизнес, особенно когда в початку шляху, часто сполучается с разными складанностями, как материального, так и психологичного характеру. Однако перешкодов лельчицкая предпринимательница не полохается. С уверенностью и оптимизмом глядеть в будущее. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» – Злельчисов. Сегодня исполняется 100 годов дня народжения драматурга-сценариста народного письменника Беларуси Андрея Макайонка. Он народился в Весы Борха у Рогачевского района. Середнюю школу скончил в соседних журавичах, працавал в Доме культуры. Коли будущему драматургу было 19 годов, и он учился в педагогическом техникуме у Рогачеве, почалась война. Макайонок трапил на фронте, был тяжко поранен, и ему навод погрожала ампутация обед двух ног. На счастье, Макайонок был своечасово эвакуированный и вернулся на родную Гомельщину. После учебы в партийной школе стал загадчиком отдела в часописи «Вожек» и признанным автором пьес, комеды и драм. Андрей Макайонок – это целая эпоха, чая творчая стала пленым с добытком национальной белорусской литературы. Его пьесы знайшли сценичного особления, как у Беларуси, так и за межами нашей республики. Кожный из написанных Макайонком драматургичных творов и сценариев домостатских фильмов актуальны и теперь, пра с четыридесятки годов, после смерти народного письменника. Давайте сгадаем сегодня его пьесы, наибольшезначные пьесы, например, на досвидку. «Выбачайте, коли ласка», «Каб люди не журились», «Левониха на орбите», «Зацюканный апостол». Его письменницкий 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 письменник за все это был скерованный на ворошение огульногромадских, надзенных и самых важных социально-политичных, морально-этичных, культурных проблем, которые хваливали у людей 60-х, 70-х, 80-х годов и хвалюют безумовно сегодня. Эти проблемы актуальны, перечитайте все эти пьесы». До юбилейной даты письменники Гомельшины провели декаду сучасной литературы. Присвеченный стагодзю ознакомитого земляка. В библиотеках в области организовали тематичные выставы. Это и другие новины. Информацию о проектах Толя-радио компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Речицком районе произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель «Лады» на автодороге Речица-Горваль-Василевичи двигался в направлении деревни Заходы. В момент встречного разъезда с трактором мужчина совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении в середине полосы. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте происшествия. В Гомельском районе обнаружено и обезврежено более 80 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их нашли сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в лесном массиве на территории Гомельского района. В процессе поиска удалось извлечь из-под земли авиационную бомбу СС-50, 5 артиллерийских снарядов различного калибра, взрыватели, 2 минометных бомбы, ручные гранаты и запалы к ним, винтовки, карабин и патроны. Боеприпасы были транспортированы саперами на специальный полигон и уничтожены. Работник одного из сельхозпредприятий в Гомельском районе похитил более тонны комбикорма. Ущерб нанесен в размере более 500 рублей. Бригадир молочно-товарной фермы решила помочь подзаработать своему сыну. Женщина в период с 26 сентября по 5 октября в течение дня складировала комбикорм. Из-за ранее оговоренного места сын вывозил его на телеге. Таким образом, с фермы было похищено 1150 килограммов. Комбикорм продавали физическим лицам. На данный момент возбуждены уголовные дела. Комбикорм изъят и возвращен на предприятие. Правоохранители задержали хулигана, который ударил ногой по чужой машине. Как стало известно, мужчина был уже ранее судим за хулиганство и находится на учете в уголовно-исполнительной инспекции милиции. Задержание состоялось 9 ноября сотрудниками Новобелецкого отдела охраны. Местный житель грубо нарушал общественный порядок, беспричинно нанес несколько ударов по автомобилю, тем самым повредив его. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. В Гомельском районе ночью горел жилой дом. Спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Асделина по улице Центральной. В результате возгорания уничтожена кровля на площади 15 квадратных метров. Повреждено потолочное перекрытие имущества внутри дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Чечерский мальчик застрял ногой в техническом отверстии в самолете-памятнике. Понадобилась помощь спасателей. Сообщение с просьбой о помощи поступило вчера вечером. Как было установлено позже, мальчик находился на крыле самолета-памятника и провалился. Работники МЧС при помощи специального устройства помогли освободить ногу ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное. В госпитализации он не нуждался. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Спутник-чемпион. Речицкая дружина за два тура до финиша гарантировала себе золотые медали чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Недосягаемыми для преследователей подопечные Вячеслава Левчука стали по итогам перенесенного поединка 23-го тура против волны. На 41-й минуте Александр Холодинский вывел гостей вперед. На 57-й Михаил Губанов цифр на табло уравнял. Гол был забит после розыгрыша углового. За 8 минут до окончания основного времени матча спутник вновь повел. С ударом Валерия Потороча голкипер Пинчан справился, а вот перед добиванием Вадима Курловича был бессилен. В добавленной арбитром минуты Артем Федянин поставил точку в этом поединке 3-1 победа спутника. По началу нам пришлось, как не сладко, были, можно сказать, голевые моменты возле наших ворот. Если не ошибаюсь, по-моему, там Воловик там с разворота пробивал, Саша Сверски нас выручил. Но в целом, так можно сказать, потихонечку мы в первом тайме выровняли игру, а второй там, на мой субъективный взгляд, все-таки преимуществом уже и территориальным, и по счету владела наша команда. На вторую прямую путевку в высшую лигу за два тура до финиша чемпионата претендует Гомеле Крумкачим. Бронзовый призер распорит право играть в элите в стыковых поединках. Сборная Беларуси завоевала первую награду на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Болгарии. Анна Терех выиграла серебро в скречи на 10 километров. В шаге от пьедестала остановился представитель Гомельской области Роман Тишков. Спортсмен занял четвертое место в гонке с выбыванием. Чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 15 ноября. Сборная Беларуси подзюдо в стайках готовится к чемпионату Европы. Континентальное первенство пройдет с 19 по 21 ноября в Праге. В числе спортсменов, которые отправятся в столицу Чехии, есть и представители Гомельской области. У мужчин весовой категории до 73 килограммов будет бороться Егор Трухан. У женщин весит до 57 килограммов, выступит Ульяна Миненкова. Потеря для гомельского волейбола. Накануне ушел из жизни Андрей Олегович Карабанев. В нынешнем году он отметил 50-летие. В качестве тренера и директора «Сдюшор Энергия» Андрей Олегович работал на благо гомельского и белорусского волейбола. Тренировал команду Первой лиги национального чемпионата «Энергия Сдюшор». Его воспитанники выступали и выступают в рядах национальной сборной страны. Смерть Андрея Карабанева – это невосполнимая потеря для гомельского и белорусского волейбола. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Беларусь-4.